Друзья, привет! Джук и Виталий на связи. Сегодня мы с вами, как обычно, кратко и по делу разберем ситуацию на криптовалютном рынке. Признаюсь честно, вы немного меня расстроили, то что на новой рубрике не такое большое количество просмотров. Да, там очень много положительных отзывов, людям действительно нравится. Я, скажу честно, давно не видел такое большое количество положительных, заинтересованных комментариев. Но все-таки, по-моему, на момент съемки там около 1200 просмотров. Не знаю, я еще, конечно, попробую эту рубрику проводить, но все же. Те, кто не в курсе, я добавил новую рубрику на канал. В этой рубрике я отвечаю на ваши вопросы, которые вы оставляете в комментариях. Стараюсь отвечать максимально развернуто. Да, это сделано для того, чтобы стимулировать вас задавать вопросы, соответственно, чтобы у меня было больше комментариев. Но я думаю, вам интересно получать ответы на ваши вопросы, тем более, как бы никто у вас за это деньги не берет. Теперь же я могу спокойнее говорить то, что действительно, то, что мы с вами наблюдали на рынке криптовалютном, это был развод. Развод, я считаю, в глобальном уровне, развод на лангистов. Вы представляете, как круто реально побрили лангистов в глобальном, именно в глобальном понимании. Я довольно часто сейчас сталкиваюсь с тем, что говорят, да нет, чтобы сейчас развести шартистов внутри канала, и сейчас шартистов скинут, и пойдем еще ниже. Да, вариант вполне актуальный. Но мы все-таки должны не только локальные ситуации там смотреть, а все-таки и дальше. И дальше мы должны с вами учитывать то, что на уровне 8-9-10 тысяч огромнейшее количество было набрано лангов. Я лично тогда смотрел на минутках сутками, прямо сутками отслеживал, какие большие позиции там набирались. То, что мы с вами видели откат по рынку, сейчас все в глобальной перспективе. Действительно, ну, на этом откате не было распределения всех этих набранных позиций. Большую часть из них снесли по стопам. Сейчас же после слива до уровня 6600 долларов мы с вами отскок наблюдаем до уровня 7800-7900. Ну и, собственно говоря, приглашаю вас на график, чтобы рассмотреть ситуацию более локально, среднесрочно и более глобально. Соответственно, начнем с вами с биткоина. Текущая цена 7850 долларов плюс-минус. Мы с вами получили довольно неплохой отскок. Давайте перейдем на таймфрейм покрупнее и посмотрим, как у нас классно сносятся позиции. Так, зачем я перехожу на таймфрейм крупнее? Для того, чтобы объяснить вам, что у нас идет преломление. Вот он, даунтренд. И мы с вами ломаем среднесрочный даунтренд. По-хорошему, здесь мы должны были бы получить еще закрепление. И дальше, соответственно, для менее рисковых трейдеров эта точка будет служить довольно неплохой точкой входа. Я, соответственно, в своей группе закрытой обозначал то, что уровень 7400-7600, закрепление на нем, как видите, мы тут закрепились, это уже неплохая точка входа. Но риск здесь выше определенный. Это стоит учитывать. Тот отскок, который мы сейчас получили, давайте посмотрим ситуацию более локально. Вот у нас, соответственно, идет трендовая. И оп, видите, 8400-8600 у нас уровень проторговался. И мы пошли дальше. Почему так получилось? Потому что, соответственно, мы пробили трендовую. Получили от нее отскок. Соответственно, дали подтверждение на закрепление. И получили дальнейший прыжок. Соответственно, даже в рубрике, где я отвечал на ваши вопросы, я об этом говорил. Если рассматривать ситуацию более локально, мы с вами не должны забывать то, что сейчас мы с вами находимся. Так, давайте опять вернемся на крупный таймфрейм. У нижней границы поддержки среднесрочной. Соответственно, здесь можно, ну и стоит, вероятнее всего, ожидать какой-то первичный отскок. Тем более, здесь не какой-то невероятный объем. Я думаю, это будет выглядеть как-то так. Мы с вами получим отскок и будем торговаться в уровне где-то, ну давайте округлим, 7500-7800. То есть какое-то время мы над этим уровнем получим проторговочку. Типа вот то, что мы наблюдали здесь. То есть, соответственно, выйдя на уровень, мы проторговались, пошли на следующий. Ну это более локальные уровни. Но здесь уже я хотел бы вас предостеречь. Потому что, реально, если мы сейчас получаем закрепление более среднесрочно, эти уровни будут выступать хорошей точкой входов для крупных игроков. И здесь стоит посмотреть на все это дело еще на больших таймфреймах. И понять, что закрепляясь здесь, потенциал движения у нас, ну плюс-минус досюда. 8400-8600 это зона. Вот она вот такая вот зона. В своей группе я по этому поводу уже высказывался, что не буду пока рассматривать продолжение восходящего движения выше этого уровня. Потому что здесь нужно будет смотреть, насколько активным будет покупатель. Но выход за восьмерку все-таки, я считаю, здесь можно ожидать с большей вероятностью. Среднесрочно. Еще раз говорю, потому что локально мы можем получить небольшой откат и получить проторговочку. Что касается того, что многие рассматривают вот эти вот каналы, что это ложный выход. Ребята, все круто, только это не самый важный канал, который нужно рассматривать. Вот ваш самый важный, самый главный канал. Вот он идет и до него еще, идти, идти. И вот здесь вот будет самый ключевой момент. Если мы будем, соответственно, за него выходить, закрепляться, то мы получим ту ситуацию, которую лично я давно жду. Точнее, ну я скажу так, я эту ситуацию ждал вот так и вот так. Ну ничего страшного, это также будет продолжением глобального аптренда. Ничего здесь толком особенно сильно не меняется. И я скажу более, я думаю, что есть смысл это все дело продолжать. Потому что все-таки здесь были набраны очень хорошие позиции. Ну надо все это дело снести. Ну вот я был тогда недальновидным, об этом не думал. Думал, что не будет так сильно. Думал, что уже на этих движениях там кому надо, того скинули. И засадили в основном здесь. Но когда здесь набирались огромные позиции, когда здесь, ну я это упустил. Действительно. И все-таки вот это движение, которое мы наблюдаем в данный момент, по мне призвано для того, чтобы снести стопы этих людей. И, кстати говоря, видите, как их хорошо сносят? То есть вот эти вот довольно резкие движения, они на то и рассчитаны. Поэтому мои соображения здесь следующие. Вот этот довольно важный среднесрочный канал. Еще раз хотел бы обратить ваше внимание, что это дневки. Мы, соответственно, будем получать за него выход. И дальше получим подтверждение. И здесь получим вероятнее всего покупателя. Говорить дальше уровня 8600 я не готов. Но я думаю, что это будет более интересное движение. Все-таки это, ну вот девяточка, да. Уровень 9. Ну даже, смотрите, даже 9500. Да, даже 9500. 9-9500. Если закрепляемся, вполне туда можем прийти. Именно на крупных таймфреймах. Также отскоки получил альта. Но отскоки, скажу сразу, неинтересны совершенно. То есть за глобалку мы толком не возвращаемся еще по альте. И риппл, и эфир, и столар. У всех плюс-минус одинаковые движения за биткоином. Не какие-то шибко сильные. Все-таки, я думаю, сейчас у нас самый интересный – это биткоин. В том числе для тех, кто торгует альтой. Сейчас рынок нам показывает то, что действительно, вероятнее всего, мы с вами наблюдали очень хороший отскок. Потому что некоторые говорят, что это отскок, отскок. Но все равно некоторые говорят, что есть такой вот паттерн, что ли. Хотя это не является отскок дохлой кошки. То есть когда у нас идет резкое, резкое, резкое движение. Какой-то там небольшой отскок, типа коррекции этого движения. И потом еще круче пошли вниз. Не согласен. Очень мы с вами важные трендовые, важные уровни прошли. Закрепление над зоной 747600 уже показывает, что у нас довольно неплохая наблюдается сила покупателя. И я думаю, мы продолжим расти. Потому что глобально такие движения логичны. Абсолютно логичны. То, что мы выносим лонгистов, которые набирались выше. В том числе таких лонгистов, как я. Я хотел бы напомнить вам то, что я, несмотря на то, что рекомендовал заходить ниже. Потому что, ну, как говорил, считал, что развод. Я сам не успел найти денег. Достаточно, чтобы усредить позицию. И моя позиция набрана на уровне 8600 долларов. И думаю, данные движения в том числе рассчитаны на тех, кто набирал, как я. Я хотел бы еще обратить в момент то, что, в принципе, мой набор позиций, он не самый худший. Очень многие люди набирали 9300. То есть, вот, когда я продавал весь биткоин, очень многие набирали 9300, 9500. Потому что, как раз-таки, рассчитывали на продолжение движения. То есть, когда мы ушли за 10, откат и обратно еще, типа, продолжение движения на 12200. Очень многие рассчитывали на этот уровень. Но там, как бы, были видны объемы, поэтому я позакрывался. Поэтому, все-таки, в глобальной перспективе я рассматриваю это как снос лонгистов. Время покажет. Оставляйте свои вопросы в комментариях. Потому что, еще раз напоминаю, я запустил отдельную рубрику, в которой я отвечаю на ваши вопросы самые интересные в отдельном видео. Соответственно, если сказал про лайк, то поставь лайк. Если не сказал про лайк, все равно поставь лайк. Ну и подписывайся на канал, если не подписан. До следующего выпуска. Работаем.